Всем привет! Меня зовут Полина, и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я вам покажу, что возьму с собой в отпуск, который случился максимально спонтанно. Я вчера просто приезжаю домой после того, как была в гостях у бабушки, и моя мама такая говорит, что она устала от холода и зимы, и ей хочется тепла. Поэтому мы поедем кое-куда, но пока что я вам не расскажу, куда. А предлагаю вам отгадывать у меня в комментариях, так что пишите ваши предположения. А если вы хотите узнать раньше всех, то заходите ко мне в инстаграм. Я там уверена, что проспойлерю все это гораздо раньше, чем на ютубе. Но перед началом этого ролика не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать каждое мое видео, потому что сейчас я в основном еду в эту поездку именно для того, чтобы создавать контент для вас и сделать картинку какой-то яркой и насыщенной. А самое главное, что мы потратим очень мало денег, но об этом будет уже во влогах, так что следите. Вот такие вот дела, давайте приступим и посмотрим, что же я возьму с собой в чемоданчик. Вообще вещей у меня будет мало, именно одежды. Вот, собственно, это все, что я с собой возьму, потому что я хочу пошопиться там немного и обновить свой гардероб какими-то новыми вещичками. Так что уже, наверное, после поездки я сниму весенний холл, так как весна, конечно, скоро, но у нас на Урале она будет не скоро. Но в каких-то городах же она скоро, так что холл будет скоро. Просто слово дня — скоро. Давайте я вам покажу сначала чемодан, в котором я это все повезу. А, и по скрипту я поеду с мамой. Папа, прости, ты работаешь? Так быть, тоже мог с нами поехать. Но вообще я учусь, и как бы пофиг, да, как бы учеба. Зачем я еду отдыхать? Классно. Просто хочу этой поездкой немного взбодриться, как-то обновить свой контент. Вот в таком чемоданчике я все повезу. О, мэй гад, о, мэй гад, о, мэй гад, о, мэй гад. Классно. Надо же все уронить. Ну да, ну да. Без этого я не ел. Окей, первым делом я вам покажу одежду. Возьму кофту, которая сейчас на мне. Эту кофту, если что, я заказывала на сайте Asos. И если вы хотите получить на нее ссылочку, то переходите ко мне в телеграм-канал. Я там оставляю все ссылки на вещи, которые заказываю в интернете. И следующая вещь тоже с Asos. Это такое боди. Это, кстати, тоже боди. Беру свои самые такие, более какие-то летние даже вещи, потому что там будет, в принципе, тепло. Но по вечерам холодно. Для этого я возьму спортивный костюм, который покажу вам немного позже. Потом вот еще одна сетчатая кофта из такой же оперы, как кофта, которая на мне. Это уже кофта из Бершки. Тащусь от сетчатых кофт. Я даже не знаю, не замерзну ли я там. Но для этого я беру вот такую курточку, которая просто моя любовь. Это тоже Asos. И она стоила, я не знаю, даже дешевле в 2000 рублей. И мой спортивный костюм, в котором я, собственно, полечу. Тоже с сайта Asos. Вот такие штаны. И толстовочка черная. Думаю, что потом я все равно буду снимать холл. И еще покажу вам свои навидочки. И оставлю уже там ссылочки. А пока что просто вам показываю... Ой, что-то не падает. А пока что просто вам показываю наглядно, что вот спортивный костюм, думаю, самое удобное для того, чтобы лететь в самолете. Еще я беру с собой пижаму, чтобы... Ну, думаю, вы знаете зачем. Чтобы спать в отеле. Это вот такие шортики. И футболочка. Нежное создание. А, кстати, я вам не сказала, когда я улетаю. Я улетаю... Я не знаю, когда я выложу это видео. Я буду стараться сделать его как можно быстрее. Но, скорее всего, оно выходит в тот день, когда я как раз таки улетаю. Это 25 февраля. И из обуви я беру вот такие белые кроссовочки, чтобы ходить в них, когда будет солнышко. И после дождей я буду ходить в таких вот черных ботинках. По-моему, я их покупала где-то в Турции. Еще я возьму с собой вот такую сережку. Я просто в нее влюбилась. Тоже Asos. Еще джинсы, которые сейчас на мне. Как вы показали? Ой! Классно, еще в голову ударилась. Ну, короче, просто смотрите мои влоги и сторис, и вы узнаете, что за джинсы на мне. Конечно, главное не забыть паспорт. Потом беру пасту и щетку. Из ухода обязательно беру с собой шампуни. Сейчас это у меня бренд Ликату. И вам такой лайфхак. Всегда перевозите какие-то баночки, предварительно замотав их... Что это? Пленочка. И также возьму масло для волос, чтобы получилось их расчесать. Потом кину вот такие духи от Chupa Chups. Хотя, если честно, я не уверена, что это вообще духи. Потом не забываю про солнечные очки, потому что когда будет светить солнышко, да, как бы не щуримся. Солнечные очки. Наверное, сейчас вы увидите все, что у меня отражается в них. Ну, тогда простите за мой бардек. Обловка на видео. А, ну и, конечно, не забываю про обычные очки, потому что зрение мое прекрасное. Снимать линзы. Линзы! Я вот про линзы уже забыла. Сейчас я линзы принесу. Я всегда беру с собой побольше линз на хотя бы пару дней, потому что бывает, что попадаются бракованные линзы, и просто они идут на выброс. Если что, у меня однодневки, поэтому так много. И также с собой я всегда беру капельки, которые называются Кати Норм. Они очень хорошо увлажняют глаза, и я всегда закапываю их в линзы. Они, по-моему, просто именно работают на успокоение ваших глаз. Так, я хочу взять с собой ноутбук, потому что не хочется пропадать долго с ютуба, и буду стараться там монтировать. Ноутбук мы всегда перевозим вот в такой сумочке, которую мне подарили при покупке линзы Акувью. И еще, кстати, из вещей я возьму с собой сумку, которую просто... Я ее просто обожаю. Это просто... Она великолепна. Вы готовы, дети? Да, капитан! Это сумка от бренда Графия. Моя любовь. Она очень милая, красивая, маленькая, удобная, компактная. Ой, просто сочетается с моими, в принципе, всеми вещами. Со мной, и вообще идеальная сумочка. Косметички. Я еще не собрала косметику, так как буду завтра еще краситься. Всю свою косметику я положу в две такие косметички. Это, кстати, мой котик. И в эту большую всю косметику, а в такую поменьше, положу все свои кисти. Обязательно беру расчесочку. Давай, выглядит так, щеточка такая. Ну и всякие крема, без которых будет сложно ухаживать за своей кожей. Беру с собой вот такой вот бальзам для губ. И, конечно, то, без чего не обойтись в самолете, это наушники. Если что, этот чехольчик я заказывала на Алиэкспресс. Без наушников я не знаю, как выжить вообще в самолете, поэтому никогда не забывайте наушники. Если вам очень мешает свет спать в самолетах, никогда не забывайте вот такую повязку. Или просто, если вам мешает свет спать, то вот такая маска, это ваше спасение. И еще помимо ноутбука я беру с собой айпад, чтобы, не знаю, может быть что-то рисовать. Хотя, если честно, я уже давно ничего не рисую. Порисую, а вообще я беру его тоже для работы. Мне удобно там оформлять кое-что для вас. Так что, если вы хотите привести свою фигуру в порядок, то переходите ко мне в инстаграм и ждите кое-чего. У меня для вас скоро будет очень крутые новости. Вроде бы я показала вам все, что возьму. Возможно, я, конечно, сейчас еще буду что-то докладывать. Но вообще, какую-то базу. Все вам показала. Думаю, косметика не обязательно к называнию, так как можете посмотреть все мои видео, там, в принципе, видно, что я использую. А вообще, это будет просто тональник, брови, тушь, хайлайтер, румяна, скульптор. То есть, все равно у нас сейчас не такой прям отпуск, где надо лежать на море без макияжа, загорать. Это будет все равно активный. Мы хотим с мамой очень много гулять. И вот как-то так. А, ну и, конечно же, я не забываю там про свои часы, чтобы следить за активностью. И про разные зарядки. Камера, зарядка к камере, аккумуляторы, флешки памяти. Вроде бы все. Думаю, на этом можно заканчивать мое видео. Я постаралась вам показать максимум того, что возьму. И сейчас буду все укладывать это в чемодан. Так что, всем огромное спасибо за просмотр. Я всех очень сильно люблю. Целую. И крепко-крепко обнимаю. Я улетаю, я улетаю в тепло. Йоу, йоу, улетаю, улетаю, улетаю. Снова просыпаться одна. Это вообще не та песня. Ну и ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok